Зерно мудрости и созидания Сагдейская область в древности Сагдьяна. Здесь немало городов, через которые проходили караваны великого шелкового пути. Главный город этой земли Худжанд с древних времен был важным торговым перекрестком, соединявшим такие славные города Центральной Азии, как Коканд и Старавшан, Самарканд, Бухара. Из поколений в поколение здесь передавался дух ремесленничества, торговли, созидания. Люди стремились изобретать и создавать, а торговля была не только способом зажиточного проживания, но и познания мира, людей, городов, обычаев, традиций. Она, к тому же, приносила в жизнь новые идеи, новые знания, которые воплощались в реальность. Так тысячелетиями формировались традиции, менталитет, потенциал народа. Сахдейская область и сегодня остается одним из динамично развивающихся регионов Центральной Азии, благодаря ее географическому положению и высокому интеллектуальному потенциалу. Наличие развитой транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов, большого количества малых и средних предприятий создают хорошие условия для развития бизнеса. Сахдейская область является регионом, через который Республика Таджикистан осуществляет свои масштабные экономические проекты с участием зарубежного капитала. Особенно для иностранных инвесторов привлекательными являются проекты по развитию горнодобывающей промышленности. Сегодня успешно развивается сотрудничество с крупными компаниями, представляющими Европу, Азию, Америку. Добыча золота, серебра, цинка, других цветных металлов, которыми осыпана таджикская земля, приносит большие выгоды как инвесторам, так и самому Таджикистану. На территории Северного Таджикистана находится второй в мире по величине запасов месторождений серебра «Большой Кони Мансур». Запасы лишь одного серебра в этом месторождении составляют более 50 тысяч тонн. Кроме этого есть еще и крупные месторождения драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Например, на территории Пенжикенского района локализованы месторождения Бирюзы и Варицита. На территории Гордон Мачи – месторождение Лазурита. Эти и другие месторождения ждут своих инвесторов. Легкая промышленность – одна из тех отраслей экономики, где началось сотрудничество с иностранным капиталом. Совместное таджикско-итальянское предприятие «Джелуни» является первым в стране производством с глубокой переработкой хлопка. Более 90% продукции этого предприятия поставляется за рубеж. Изделия из чистого хлопка, высоко котирующиеся в странах Евросоюза, успешно выдерживают конкуренцию на мировом рынке. Другим успешным примером сотрудничества с зарубежными инвесторами является вьетнамско-таджикское совместное предприятие «Силк» по производству натуральной шелковой пряжи. Шелк, являющийся одним из самых древних изобретений Востока, по-прежнему востребован на рынках Европы. Однако с недавних пор с возрождением производства по выпуску знаменитого таджикского атласа растет ей внутреннее потребление. Восток всегда славился народными промыслами. Администрация Савдейской области в 2014 году начала реализацию масштабного проекта по их возрождению. С учетом ценности изделий ручной работы на мировом рынке началось массовое обучение женщин-домохозяек и молодых девушек искусству шитья и ткачества. Во всех городах и районах области открыты обучающие центры, где приобретают и совершенствуют навыки швейного и ткацкого дела как молодежь, так и зрелые женщины, для которых профессия швеи и ткачихи должна принести дополнительные доходы в бюджет семьи. Сегодня страну охватил настоящий ковровый бум. Искусству ковроделия таджикских женщин обучают мастерицы из Ирана и Афганистана. Умеренный и континентальный климат Савдейской области позволяет выращивать практически все сорта фруктов, винограда, овощей. Фрукты, выращенные в условиях Северного Таджикистана, отличаются несравненными вкусовыми качествами. С учетом применения в основном органики, при их выращивании фрукты и овощи отечественного производства приобретают дополнительные конкурентные преимущества. В последние годы международные организации направляют немало средств для использования этого потенциала. Фермеры обучаются передовым методам организации труда, предпринимателям продвижению торговли. В результате многие перерабатывающие предприятия начали работать в соответствии с международными стандартами. Фруктовые соки и консервы, консервированная овощная продукция отечественного производства постепенно вытесняет импортную продукцию. Савдейские фрукты имеют особо неповторимый вкус благодаря климатическим условиям, солнцу и влажности. Также удобное географическое расположение с точки зрения логистики для дальнейшей транспортировки страны ЕС, США и Азии. Поэтому производство и переработка сухофруктов является пищевым потенциалом для Савдейской области. Туризм – один из перспективных отраслей экономики Таджикистана. Наличие многочисленных памятников истории и архитектуры, хороших транспортных коммуникаций, красивый горный ландшафт, современные гостиничные комплексы, санатории и дома отдыха и приемлемые цены в Савдейской области могут способствовать расширению потока туристов и путешественников. Древнейший город Центральной Азии, Саровшан, насчитывает более 100 мавзолеев, относящихся к X-15 векам. А древний городище Саразм с более 5500-летней историей включен в культурное наследие ЮНЕСКО. Естественный природный комплекс в виде горных каскадов с их минеральными источниками, первозданная красота расположенных высоко в горах кристально чистых озер с улучшением логистики и сервиса может привлечь в страну поклонников пешего туризма. Наша компания заинтересована вкладывать значительные средства в развитие этого фантастического места на севере Таджикистана с его великолепными горными массивами и завораживающим своей красотой озером Искандеркуль. В рамках нашей программы и при поддержке таджикского правительства планируется произвести реконструкцию дорожной системы и осуществить мероприятия по защите озерной экосистемы. Теплое море и раскинувшаяся сеть санаториев и домов отдыха – другая достопримечательность Тагдейской области. Санаторий Бахористон, построенный несколько лет назад на берегу Таджикского моря, сегодня стал излюбленным местом отдыха граждан Таджикистана. Здесь купание и отдых можно совмещать с лечением. Хорошие условия для отдыха и лечения все больше привлекают туристов из стран СНГ. Современные, удобные и комфортабельные условия, а также высокий уровень сервиса, плюс умеренный климат морского побережья позволяют нам принимать гостей круглых год. Руководство Санкт-Петербургской области в последние годы много усилий направляет на создание более благоприятных условий для привлечения инвестиций. На территории области действует свободная экономическая зона, предусматривающая широкие преференции и налоговые льготы. Субъекты СС освобождены полностью от уплаты таможенных пошлин. Ряда видов налогов, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. В настоящее время на территории свободной экономической зоны работает 25 субъектов. Восемь совместных предприятий. Общий объем производства за последние 4 года возрос в 6 раз и по итогам 2014 года составил 60 миллионов сомани. Финансово-торговые связи налажены с деловыми кругами стран Центральной Азии, Китая, России, Казахстана, рядом стран Евросоюза. Китай и Таджикистан имеют добрососедские отношения, и мы гордимся тем, что уже несколько лет Китай является лидером в области инвестиций в этой стране. Наша компания начала крупномасштабную инвестиционную деятельность и запустила сразу несколько промышленных проектов. Начали мы с юга страны, и вот продолжаем на севере. Здесь созданы хорошие условия для ведения бизнеса. Земля на севере Таджикистана традиционно сочетает красоту и плодородие. Однако самым важным потенциалом края является экономически активное население с высоким уровнем интеллекта и профессионализма, позитивными лидерскими амбициями. Успехи в области науки, культуры и искусства, политики и бизнеса являются своего рода барометром для измерения таланта и способностей. Умение людей мобилизоваться, их трудолюбие и предприимчивость, тяга к успеху – именно эти факторы формируют лидерский потенциал Сакдейской области. Сакдейская область В ее рамках предусмотрено строительство еще одного большого города в массиве Сангар для 250 тысяч населения. Сайхун – это древнее название реки Сырдарья. Сейчас подготовлена инфраструктура для строительства первых многоэтажных домов. Мы рассчитываем на то, что в ближайшие десятилетия на берегу Сырдарьи появится еще один современный крупный промышленно-культурный центр, где будут обеспечены достойные условия для проживания. Сегодня на территории области реализуется более 60 республиканских и целый комплекс областных программ развития. Цифры и статистики свидетельствуют о том, что каждый доллар, направленный на реализацию этих программ, принесет отдачу в виде неуклонного роста экономической эффективности и социальной стабильности региона. Мы ценим свои преимущества, развиваем направления и приглашаем к сотрудничеству партнеров. Нами движет любовь и уважение к родной земле, доверие и открытость по отношению к нашим партнерам. Добро пожаловать в Сагдейскую область, долину возможностей! Редактор субтитров А.Семкин